Второе послание Коринфянам, первая глава. Утешение. Кажется, от горя стены рухнут. И где взять сил, чтоб дальше жить? Горем вашим не делитесь с теми, кто печали сам не пережил. Пусть Господь пошлет такую душу, что понять способна будет вас. Слезы ваши горькие осушит, скажет только нужные слова. Сердца раны не излечишь солью, нужен там целительный бальзам. И не причинит вам лишней боли только тот, кто был изранен сам. Есть такие люди. Милосердию Господь их страданиях учил. Боль они чужую видят сердцем, лечат, словно добрые врачи. Расспросите их о том, как было. Пусть расскажут эти люди вам, как порой им не хватало силы плыть по морю к тихим берегам. Расспросите. Пусть они расскажут, как через пламя жаркое прошли. Пусть они рубцы от ран покажут, вспомнят, как эти раны жгли. И потом, как в полдень наступил закат. Но они не стискивали зубы, приходили к Господу с мольбой. И не становилось сердце грубым, отвечал на их молитвы Бог. Посылал кого-то в дом печали, плачущих с любовью утешал. И они сегодня не случайно к страждущим и плачущим спешат. Знают, что сказать и как утешить, как помочь страждающим душой. Руки их и бережно, и нежно прикасаются к чужой беде. Кажется, от горя стены рухнут. Но за дверью тихий стук. Открывайте смело. Даст вам руку посланный от Бога брат или друг. Вас через него Господь утешит. Чтоб и вы когда-нибудь потом, чье-то горе увидав, поспешно с утешением шли в скорбящий дом. Слава Господу! Слава Господу!